Всем привет, с вами интернет-магазин Quick.ru и сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор смартфон компании Acer, Acer Liquid Jet Z. Цифровой индекс у него S57, актуальную цену можно посмотреть по ссылке внизу видео. Данный смартфон поддерживает сети стандартов 4G LTE, плюс у него есть кодек DTS, звук получается достаточно хороший. Также, как мы видим, 13-мегапиксельная камера с фокусом 1.8. В общем, в принципе, аккумулятором 2300 мА. Актуальную цену можно посмотреть по ссылке внизу видео. Давайте посмотрим, что она себя представляет и что входит в его комплектацию. Как мы видим, поставляется в такой красивой коробке с эбристой окантовкой в центре. Сам смартфон, в данном случае, представлен в белом свете, есть еще и в черном. В комплект сюда входит, соответственно, горталон, инструкция на русском. Также краткая инструкция по установке сим-карт в слот. Также здесь в комплекте зарядное устройство с выходом USB, кабель microUSB, и стерео-бурнитура, вакуумные наушники, полоский провод. В принципе, стандартная комплектация. Сам смартфон мне очень понравился, как он сделан. По периметру идет серебристая окантовка. Дисплей здесь 5-дюймовый, с разрешением HD 1280-720, тринсессорные клавиши, фронтальная камера 5 мегапикселей, но очень оригинально сделан, на мой взгляд, слуховой динамик и датчики приближения освещения. Справа расположился качель громкости, слева, соответственно, идет, здесь у нас такой слот, он вытаскивается без всего. Здесь можно прямо вот так вот вытащить, и он слот сам все гибридный, здесь либо можно установить две нано-сим-карты, либо, соответственно, один слот может быть использован под microSD-карточку до 32 гигабайт. Сверху у нас разъем 3,5 для стереогранитуры, дополнительный микрофон и кнопка включения. Внизу идет, справа, разъем microUSB и основной микрофон. Задняя крышка такая, приятная на ощупь, шероховатая, также интересно выделена дизайном. Внизу идет так красиво сделан мультимедийный динамик, посередине с серебристым пластиком лейбл Acer, и сверху увенчается все это дело основная камера 13 мегапикселей, она, как мы видим, серьезно выступает, и вспышка светодиодная. Крышка здесь не съемная, аккумулятор здесь 2300 мАч. В принципе, сам смартфон очень легкий, 110 грамм, 7,9 мм в толщину, 69,8 мм в ширину и в длину 143 мм. В руках очень удобно лежит, легко управляется одной рукой. В принципе, он достаточно такой, ну, мне он понравился. Единственное, что немного непривычно, включение клавиши сверху. Ну, дизайн, что слуховая динамика, что мультимедийная динамика, само покрытие задней крышки мне очень понравилось. Работает он на персональной системе Android. Четвертым плюсом идет настройка от компании Acer, в принципе, по приложениям здесь сервисов от Google, также есть некоторые приложения, там, например, краткоруководство постановки сим-карт, диспетчер файлов, просмотр событий, портал Acer. Также есть фонарик, сканер штрих-кодов, системный доктор программы, которая позволяет, соответственно, ускорить телефон, а также очистить от старых файлов. Плюс, определенно, опять же, есть свои наработки в плане документов, файлов, музыки, фото и видео. Также мы видим Acer Extend есть, SnapNob, CleanMaster. Не забыли про радио, но здесь наушники являются антенны, поэтому без них мы не послушаем. Опять же, интересно, тут именно сим, так скажем, как устанавливать сим-карты. Очень интересно, наглядное видео. До этого мне не встречалось. Пазлпэдс есть, QuickMod, RealFootball. Здесь достаточно много различных приостановленных приложений. Видим, достаточно шустро работает сама оболочка. В настройках здесь, в принципе, все стандартно. Есть DTS Studio Out Sound. Здесь можно настроить именно звук, настроить высокий частот и низкий. Эквалайзер отдельно для музыки и для видео. Также есть Smart Color для улучшения цветов. В экране здесь, в принципе, все стандартно. памяти здесь 8 мегабайт, но доступно гораздо меньше, порядка 4, чуть меньше даже для пользователя. Поэтому, конечно, карту памяти, на мой взгляд, необходимо использовать. Опять же, здесь интересно, как сделаны различные есть настройки. Как мы видим, все видно, показано. То есть, вот эта настройка именно над Android, на мой взгляд, очень интересная, свежая и необычная. По поводу самого Android, здесь он 4.4.4 версия. На данный момент самая актуальная. Обновлений не было. По браузеру, что могу сказать, в принципе, достаточно шустро открывает сайты. Опять же, хочу напомнить, что данный телефон поддерживает сеть Садартов 4G LPE, что позволит удобно сервить в интернете. Производительности хватает легко открывать различную анимацию, смотреть те же обзоры на сайте. Качество посмотрим с вами на канале YouTube, как будет показывать картинку. В принципе, мне понравилось. Качество хорошее. То бишь, отлично идет передача цвета. Опять же, четкость картинки позволяет говорить, что здесь разрешение 720p, то есть канал, как мы видим, позволяет это сделать. Плюс, опять же, экран обладает хорошими углами обзора, что на максимальных даже углах четко выражены границы объектов, и нет инверсии цвета. Давайте послушаем, как дела обстоят со звуком. Звук по мощности здесь средний, но одно успокаивает, что из-за необычного расположения его закрыть достаточно сложно, поэтому есть шанс, что мы его не будем слышать. Даже если он будет плохо доступен, скажем так, если лежать на столе и так далее, не будет сильно заглушаться. Камера здесь представлена 13 мегапикселями. В принципе, по настройкам они достаточно простые. Разрешение здесь 16 на 9 и 4 на 3. 4 на 3 есть 13 мегапикселей, 16 на 9 только 10 мегапикселей можно выставить. Чувствительность, любимый снимок, улучшение, непрерывная съемка. Также можно настроить, нажать, чтобы снять, сетка, видео здесь обладает стабилизатором. Разрешение максимальное 1080p, режим звука и снижение шума. Другое здесь расположение, голосовое управление и куда сохранять. Как мы видим, все очень просто. В принципе, зум прям расположен справа. Давайте попробуем сфотографировать торец коробки. Опять же, обладает автофокусом. На мой взгляд, он прям буквально моментально фокусирует. Ну, как мы видим, снимки получаются неплохими, но, как мы видим, все равно чуть-чуть, на мой взгляд, смазан. Есть такой прям. Ну, опять же, может быть, первый снимок не очень удачный, по фокусу, второй получше. Но, тем не менее, очень неплохо, на мой взгляд. Фронтальная камера обладает 5-мегапикселями. Соответственно, это позволит нам не только общаться по скайпу, но и сделать неплохие селфи. Перейдем, соответственно, к технической части. Дисплей поддерживает 10 касаний одновременно. Antutu Benchmark показал очень неплохую производительность, на мой взгляд. Сейчас покажу предыдущие показатели. В принципе, мне не ожидало такой производительности. И сразу хочу что еще напомнить, что дисплей покрыт Gorilla Glass 3 стеклом, что позволяет тебе проще стирать отпечатки от пальцев и, соответственно, защищено оно от царапин. Итак, мы видим 30 на 1226. Я считаю, очень неплохой результат. Итак, Acer S57 на Android 444 32-битном. Процесс Radiesem, я так, МТ67-32 с графическим исскорителем Mali-T760. Решение дисплея 720 на 1280 HD. Основная камера 13 мегапикселей. Это 4160 на 3120. С отношения сторон 4 на 3. Оперативная память 1 ГБ, доступная для пользователей чуть менее 4. Процессор 64-битный, 4-ядерный, 60-ой 1500. Графический исскоритель Mali-T760. Поддержит плотность пикселей на дюйм. Здесь идет порядка 294 пикселей на дюйм. И обладает 10-пальцовым мультитачем. Основная камера 13 мегапикселей. Фронтальная 4D, это 2560 на 1920. По датчикам, датчик направления, приближение, освещение, компасы, положение. Посмотрим, как поведет себя с Марслан на такой простейшей игре, как Subway Surfers. Это знаменитый раннер. Здесь персонаж постоянно бежит. И нам очень важно, чтобы мы свайпом по дисплею преодолевали препятствия, которые встречаются на его пути. В принципе, очень незатейливая игрушка. Но, тем не менее, как мы видим, достаточно быстро подгружается. Графика в прорисовках вдаль очень неплохая. И сами текстуры вблизи неплохо. Но по бокам вагонов есть некоторые недочеты. Но, в принципе, их не так сильно видно. И они не бросаются в глаза. По дисплею прекрасно скользит палец. Благодаря тому, что горелый глаз четко идет именно скольжение. При этом персонаж четко следует, куда я его направлю. Без каких-либо замедлений. Что позволит с уверенностью мне сказать, что даже на максимальном уровне, когда персонаж будет бежать очень быстро, четко обработаться нажатие. Тем самым мы будем преодолевать спокойные препятствия без всяких нервов. Что ж, посмотрим, как будет выглядеть это все на более серьезной игрушке. Компания GameLoft Asphalt 8. Здесь представлены в гонке машины различные спецэффекты при ускорении, аварии. Также отражается небо в стеклах машин. Машина пачкается. Сам асфальт неоднородный. И во время гонки над трассой пролетает самолет, к примеру, который создает дополнительную нагрузку на процессор, графический скорость или память. Конечно, как мы видим, для него достаточно не так легко, как, допустим, Software Surfers запускается, он немного задумался, но, тем не менее, как мы видим, потом подгрузил очень неплохо. Но, опять же, здесь стоит учитывать то, что, как мы видим, различная реклама, входы, опять же, в Google Play игры, это все, конечно, немного, вот, скажем так, тормаживает. В принципе, здесь именно идет ответ от сервера. Производительность именно здесь не показана. Плюс, как мы видим, реклама всплывает, которую нужно посмотреть, чтобы поиграть. Единственное, конечно, что вот даже вот сейчас начинается нагрузка, идет небольшой нагрев вот в этой области, в принципе, не критичный, но есть. Руки не обжигает, но это связано с тем, что достаточно тонкий сам смартфон, 7-9 миллиметров, почти 8, поэтому, конечно же, будет нагрев при такой нагрузке. Итак, мы видим, что асфальт выбрал, в принципе, средние настройки. Ну, прекрасно все это выглядит. Машина четко ослушается руля и хорошо прорисована вдаль объекта. То есть, видно, что ждет впереди. Но, как мы видим, есть некоторые нюансы. Скорее всего, они связаны, я думаю, что с настройкой над Android-компанией Асин. Почему-то приложение резко скрыло. Как бы до этого не встречалось. В принципе, они сейчас обновляют, потому что из коробки сразу пришло небольшое обновление по стабильности игры. Потому что, я думаю, просто идет допиливание настройки. В принципе, там много различных функций, в том числе, дополнительная снизу панель, которая позволяет запускать определенные приложения. Что для удобства, конечно, хорошо, но не всегда, скажем так, хорошо работает именно с выиграми и прочими приложениями. Но, я думаю, это в ближайшем будущем это исправит, а не проблема. Тем более, в Торорском видео сочинение неплохо, быстро подзагрузил. Видим, на этот раз он запустен в максимальных настройках. Идет размытый фокус. Это даже на максимальных пошло, в принципе, без фрезов и лагов. Что говорит о хорошей производительности. Итак, подведем итог. В принципе, смартфон мне очень понравился. Очень внешне эффектно. Динамики сделаны красиво. Опять же, приятная текстурная задняя крышка, которую приятно взять в руки, и она не скользит. При этом, по размерам он небольшой. Удобно управлять. Интересные различные, опять же, есть настройки, которые мне, в принципе, они очень симпатичны. Конечно, не всем понравится, скажем так, кнопка, которая находится сверху. Но, в принципе, опять же, в результате того, что размер небольшой, удобно. Опять же, телефон поддерживает сети стандарта в 4G. Есть в нем радио, что позволит прекрасно сделать в интернете. Неплохая камера, как основная, так и фронтальная. Опять же, он может быть и двухсимичным, и, допустим, односимичным, но расширить память струянную, что тоже будет достаточно многим удобно, кто использует одну сим-карту. Из неудобств, что одновременно нельзя использовать это и другое. И, конечно же, аккумулятор 2300 мАч. То есть, в принципе, это небольшое. То есть, при активном использовании будет хватать на сутки. Вот такой вот мне на данный момент показался интересным смартфон компании Acer. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы. Всего вам доброго.